здравствуйте мои дорогие приветствую всех на канале и сегодня мы будем декорировать кашпо сразу три кое-что сделаем своими руками я взяла вот такие три кашпо два из них уже как бы в использовании в них стоят цветы а третий я взяла просто для демонстрации вам другого рисунка нам удобнее делать сразу три что нам понадобится нам понадобится кому-то понадобится кому-то нет перчатки обязательно тезо липкая лента вот такие вот перчатки можете использовать мне было неудобно я их выбросила было очень жарко и мне без них удобнее лучше руки пойду по мою вам нужны будут трафареты которые вы сами сделаете надеюсь не надо объяснять как делать трафарет я их сделала из очень плотной бумаги потом я поняла что стоит ее поменять как я делала раньше и сделала их такие же на обычной бумаги из альбома и вам это советую вам понадобится конечно газеты для застилания салфетки вот такая акриловая краска кто живет в германии она продается именно вот это хорошая в на ну на на и какая-нибудь крышка куда вы будете это эту краску добавлять и откуда брать тряпочку какую-нибудь в общем все подготовьте себе чтобы все было поблизости стакан с водой тоже не помешает если что-то надо будет подкорректировать вы туда макнете какую-нибудь салфетку и вы протрете то место которое будет нужно а также вы можете отрезать кусочек от то есть работаем мы не кисточкой а губкой так как мы работаем с трафаретом отрежьте просто от старой какой-нибудь мочалки для мытья посуды и используйте ее мы наливаем выливаем немножечко так как акрил быстро сохнет мы выливаем совсем немного на эту крышку и туда макаем значит вот эту мочалочку и наносим эту много не берите только краски наносим эту краску в отверстие в трафарете вы знаете как это делать я вам сейчас покажу на примере я думаю что это настолько просто что у каждому понятно как это делать конечно вот так стоя немножко неудобно работать это я делаю для того чтобы вам показать мне как бы в любом положении я могу это делать так как я по первому образованию художник керамист так что в общем то я могу по всякому себе позволить декорировать но а потом я положила просто этот горшок себе на колени им дело пошло гораздо быстрее просто я это вам говорю что вы можете тоже так использовать но вы таким образом сделаете одну сторону и откладываете этот горшок чтоб он подсох потому что иначе все размажется естественно вот смотрите каким образом это происходит берите очень мало краски на вот эту губку иначе она будет растекаться и вам будет неудобно убирать трафарет и легкими движениями наносим эту краску можно было нанести и я хотела это сделать масляными красками но у меня не оказалось масляной краски под рукой и если вы наносите маслом будьте аккуратны потому что смыть ее можно только растворителем акрил вы можете смыть обычной водой щеткой если даже у вас большое загрязнение будет на руке и акрил будет матов ну матовая поверхность будет вот этой вот окрашенная поверхность масляная краска она будет блестеть и ее вы конечно уже никак не смойте акриловая краска если вы будете например брызгать цветок водой или там протирать горшок влажной тряпкой ничего с ним не случится но если вдруг вам приспичит этот горшок отмыть от вашего узора или какого-то рисунка то жесткой щеткой вы сможете отмыть эту акриловую краску при желании а так она будет держаться очень хорошо потому что этот горшок вы не засовываете в посудомоечную машину и вообще его не можете часто так что все будет держаться прекрасно и долго но если вам вдруг будет надо то есть имейте ввиду что вы сможете и в его отмыть вот вот этого рисунка если вдруг у вас в процессе нанесения рисунка трафаретом что-то пойдет не так вы можете тут же влажной салфеткой просто полностью стереть этот рисунок до чисто и сделать его заново или подкорректировать я не придаю большого значения тому чтобы было идеально все нанесено мне нравится рисунок с небольшими помарками он так выглядит как-то более на мой взгляд более живо красиво и я как бы не запариваюсь на теме того чтобы у меня всем все вот эти треугольнички допустим были идеальные то есть я наносила одну сторону потом откладывала этот горшок или кашпо в сторону пока он сохнет за это время также высыхают сами трафареты потому что утра вот это вот краска она все равно просачивается и в этот момент вы работаете с другим горшком с другим рисунком и за это время все это высыхает и вы можете вернуться сразу к предыдущему но я думаю вам понятен принцип там ничего сложного нет просто аккуратно делайте возьмите так чтобы вам было удобно держать его может быть вам тоже на весу вот так неудобно как мне я просто делаю это для того чтобы показать вам принцип работы этим могут заниматься взрослые вместе с детьми и прекрасно задекорировать себе все горшки в доме например если у вас темный какой-то цвет кашпо вы можете взять светлую краску и что-нибудь на ней нарисовать можно также делать это и кисточкой но в данном случае я вам показываю именно нанесение с помощью трафарет потом могу показать и кисточкой в другом уроке не здесь вот вы видите как запачкался уже этот трафарет поэтому он требует сушки чтобы не было чтобы не пачкать само кашпо при нанесении поэтому это все откладываем через некоторое время в сторону и занимаемся другим горшком вот видите насколько они сильно запачканы им надо просохнуть так как акрил сохнет быстро это очень удобный материал поэтому откладываем это в сторону и берем другой трафарет и другое кашпо и делаем то же самое мне кажется сочетание черного и белым самое такое удачное для цветов потому что цветы сами яркого цвета поэтому в черном белая гамма просто дополняет вы видите что у меня абсолютно неровные эти плюсики и поэтому не знаю мне нравится когда немножко так хаотичное и неровно сделано вы смотрите сами вот такие горшки у нас получились 3 я тоже сделала я процесс как-то не записала но неважно принцип один и тот же сейчас вы их все увидите вам будет и так понятно руки я периодически ходила мыть потому что вы когда вы наносите без перчаток да и с перчатками все это пачкается поэтому периодически надо мыть руки чтобы все это аккуратненько нанести на три горшка у меня ушло полтора часа где-то работы вот так это все выглядит довольно симпатично все что вам нужно для вдохновения я оставлю под видео это ссылка на мою папку в пинтерест где есть керамика откуда вы можете просто черпать идеи вот так одновременно мы разрисовали три довольно больших кашпо то есть это не маленькие горшочки это такие большие горшки вы видите что все это все эти треугольники они неравномерные и меня это никак не смущает мне нравится так именно такое нанесение когда нет четкого рисунка куда или симметрии в данном случае поэтому не бойтесь если у вас есть даже какие-то помарки ничего страшного все это вместе с цветком я покажу в конце будет очень гармонично смотреться для большого кашпо в данный момент у меня нет цветка но потом если может быть при случае я вам сфотографировать вот так это выглядит вместе с растением и увидите что растение само по себе дает много цвета и и принципе кашпо не обязательно покупать цветное мне кажется белая самый подходящий вариант ну и вот наши плюсики у меня вырос алоэ очень-очень высокий не знаю что с ним делать прямо огромный и вот так это все смотрится верхняя половина уходит на 2 метра вверх кто знает что с ним делать я не знаю а если я его отрежу он на корни не пустит ну я с вами постепенно уже прощаюсь я думаю что принцип вам понятен пробуйте присылайте в instagram свои фотографии будет очень интересно получилось у вас или нет пишите в комментариях а я всех вас обнимаю и целую до новых встреч с вами была наташа пока